Вице-премьер Марат Хуснулин заявил, что настройки России могут привлечь от 20 до 50 тысяч северокорейских рабочих. По его мнению, у них есть преимущества в сравнении с российскими коллегами. Они производительнее. Также, возможно, будут привлекать осужденных по нетяжелым экономическим статьям. Такие осужденные будут охотнее работать на стройках, потому что получат возможность условно-досрочного освобождения. И если во всех других сферах мы то и дело слышим про эффективность, автоматизацию, оптимизацию, то почему-то в сфере строительства, ну никак, без крайне малообразованных мигрантов и низкоэффективных зэков. Эти меры угрожают росту заработных плат большинства россиян, а заодно укрепляют стагнацию в экономике и отсутствие роста технологий, уверена доктор экономических наук Ольга Александрова. Она поделилась своим мнением с накануни ТВ. Почему именно северо-корейцы? Ну, я поняла, что у нас КМДР становится представлением, видимо, наших властей. Такой палочковой ручалочкой у нас там и по вооружениям мы на них рассчитываем теперь по рабочим. Но мне кажется, что это все от отсутствия адекватного социально-экономического курса. Одним из очень серьезных теней экономического развития – это наша неверная социальная политика. И именно с точки зрения оплаты. Потому что у нас ключевых ограничений развития является недостаточность внутреннего спроса. Идет снижение покупок людьми, автомобиль, бытовой техники. То есть всего того, что могло бы дать рост. Потому что огромное большинство наших граждан тратит свои доходы, их дохода хватает исключительно на еду и обязательные платежи. То есть ГХ там, на транспорт и так далее. Знаете, когда я на этом фоне слышу, что давайте мы теперь на стройке возьмем тех, кто не притязательен с точки зрения оплаты труда. Ведь для чего нам нужны? Те же северокорейцы, наверное. Но не только потому, что они, как предполагает министр, более производительные. Производительной должна быть техника. Строительная в том числе. Которая где-то и людей может заменить. А мы этим и не занимались. А теперь еще нам очень сложно это своими силами восстановить. Вот где надо искать какие-то решения. А не там, где привычно ищут наши власти, видимо, связанный с ней бизнес, который, в общем, привык взаимодействовать с бесправной, безропотной рабочей силой в лице мигрантов. А если вы, то декриминализуете экономические преступления, такие как мошенничество. Значит, вы создаете предательную почву для мошенничества, что точно противопоказано для экономического развития. Или если вы теперь говорите, не бойтесь, мы вас там как-то отмажем, вы будете якобы у нас строителями. На самом деле работу там будет делать северокорейский работник. Это вот все как бы против того, чтобы мы оздоровились нашу среду, институциональную в том числе, и морально-психологическую. И, наконец, пошли в верном направлении. Стагнация – это не просто ровная, неизменная, не очень хорошая, но ровная, неизменная ситуация. Стагнация – это плохая ситуация, потому что видны ухудшающиеся показатели значимые. Поэтому кажется, что не там ищут решение, но оно зато типичное, традиционное, я бы сказала, органичное и для наших руководителей, и для бизнесов. Вот такие решения, они только консервируют нашу ситуацию, и вот курс в целом неправильный социально-экономический, и не там ищут решение.